8 опасных вещей, которые были разрешены в прошлом. Пересылка детей по почте. Звучит как шутка, но в начале 20 века в США можно было абсолютно легально отправить своего малыша по почте к родственникам. Доставка обходилась родителям примерно в 15 центов, при условии, что их ребенок весит не больше, чем полагалось стандартной посыпке. Оконные клетки для младенцев. В 1930-х годах в Великобритании нередко можно было увидеть проволочные клетки на окнах жилых домов. С помощью этих жутковатых приспособлений дети дышали свежим воздухом, в то время как их мамы занимались домашними делами. Садовые отшельники. Во все времена богачи были одержимы всевозможными капризами и, как следствие, заставляли страдать других ради их исполнения. В XVIII веке существовала мода поселять в своем саду персонального отшельника, одетого в рубище. Отшельнику запрещалось мыться, стричь волосы и ногти, а домом ему служил рукотворный грот. Эту живую декорацию хозяева с удовольствием демонстрировали гостям. Сомнительные методы лечения. В не таком уж отдаленном прошлом медики не имели понятия о дезинфекции и пользовались странными методами – кровопусканием от всех болезней, обрезанием языка при заикании, лоботомией и электрошоком. Даже у самых успешных врачей своего времени операции с летальным исходом были вовсе не редкостью. Человеческие зоопарки. Некогда на Западе был популярен вид развлечения, целью которого было продемонстрировать выходцев из Азии и Африки в виде дикарей, зачастую рядом с обезьянами, как живое доказательство теории Дарвина. Эта позорная практика просуществовала довольно долго – развлекательные экскурсии в домах умалишенных. В прошлом с пациентами психиатрических заведений обращались просто ужасно и почти не кормили. И это несмотря на то, что содержание больных было оплачено их родными. Но и этого владельцам сумасшедших домов оказалось мало. Они организовывали небольшой бизнес. За умеренную плату любой желающий мог поглазеть на несчастных людей и даже потыкать в них палкой. Коллекционирование частей тела. Сейчас коллекционировать части тела в качестве трофеев станет лишь отъявленный психопат. Но когда-то это жуткое хобби не вызывало отвращения. Солидные джентльмены собирали целые кунсткамеры у себя дома. А солдаты не гнушались привезти домой череп врага. Курение во время беременности по предписанию врача. Сегодня курильщикам приходится не сладко. Но еще каких-то 70 лет назад американские врачи рекомендовали своим беременным пациенткам курение в качестве средства от запоров. А только что родившая женщина могла спокойно закурить в своей палате. С вами был канал Интересные факты. Подписывайтесь. С нами интересно.